Друзья, привет! Мы в гостях у компании Кабо, и у меня в руках их новый прототип, модель Кабо Т10. Т10, потому что диаметр колес у данной модели составляет 10 дюймов, а эта модель является венцом. Компания сейчас проходит финальное испытание. Здесь два мотора. Вы можете обратить внимание, что они стали шире. С данной моделью 700-ваттные моторы. Это очень мощные моторы. Они уносят буквально сходу. Модель шлифует даже на 20 км в час передним колесом. Мне она очень понравилась. В отличие от более старшей модели, она компактнее. Вес ее составляет порядка 26 кг. Тогда, как напомню, модель Фьючер Болитопол составляет здесь порядка 31 кг. Емкость батареи составляет от 10,5 до 13 км-часов. Это достаточно хорошие характеристики. Я предлагаю испытать ее. Делее, давайте, поехали. Добавляем вторую, переводим кнопку во второе положение, подключаем еще один мотор. Попробуем. Поехали. Так, друзья, я в данный момент проехался в двух режимах на этом замечательном прототипе скутера. Давайте по порядку. Что мне не понравилось? Мне понравилось, но он весь скрипит, шумит. И так вот, ну, давайте это спишем на то, что модель это прототип. Давайте приедем лучше на фабрику через несколько месяцев и уже финально обрызем скучку. Потому что здесь и в момент демонстрации будет проблема с механизмом закрытия-открытия. Поэтому, ну, сложно судить о данной модели. Честно скажу, мощности нового 800-ваттного мотора я не почувствовал. Модель Voltron с называемой Future мне понравилась больше. Сила своей стабильности и подхват мотора оказалась все сильнее. Но у меня всячески вредит, что здесь более мощный мотор. И честно скажу, при движении на одном моторе, на заднем, скорость мне удалась развить максимально 25 нм в час. Дальше было ехать страшно и мотор очень вело набирал. Но обратной стороной плюсом является то, что круг газа очень плавно реагирует на нажатие. И удобно использовать городских режимов. И действительно добавлять мощность второго мотора уже на скоростях 20-25 нм в час. Ни в коем случае не рекомендую на данной модели использовать два мотора на старте. Особенно давать этот, который знакомым людям, которые не ожидают такой безумной мощи в данной модели. Он просто вылетает из-под ног. Хотя модель более старшего поколения, мне кажется, все-таки более степень. Тем не менее, что у нас здесь еще есть? На, когда я получил вторую, второй мотор, мне удалось развить порядка 45 км в час. Но здесь какой-то блеклый дисплей. Плюс смотреть мне было не очень страшно, потому что эта модель менее устойчивая. И она более твердкая. Хотя вес они снизили на целых 6 кг. Но и сократили ширину площадки. Но мне с моим ростом 186 все равно удавалось стоять прямо. То есть это достаточно удобно. Здесь на этой модели, как и на той, присутствует подвеска спереди и сзади. Сзади присутствует. Так что ехать на ней достаточно мягко. Но все-таки, если вы живете в городе, наверное, эта модель... И у вас нет в коттедже. Эта модель будет поинтереснее. Потому что ее легче носить купу с собой. В данной модели нажатием сюда кнопки, которая заедает, напомню. Руль складывается. Можно приподнимать за руль, не катить. Но еще то удовольствие. Эта модель не для девочек однозначно. Модель Donald Trump Future, сединовую, тоже рекомендовала бы для загородной жизни. И рекомендовала бы покупать возможность с сиденья. Потому что вы смогу не ездить в магазин. Емкость батареи за просто молнии хватает, чтобы кататься весь день. На ней съездить. Как вы любите, за пивом. Кто-то за чипсами. Кто-то за... Вы не понимаете. И купите себе. Кто зачем уехал. Постологию, да? Данную модель мы ждем на Canton Fair 2017. Надеюсь, компания приняла в ней участие. Несмотря на разрушенные бюджеты. И тогда мы с вами придем к окончательному мнению. Пока же мой выбор остается за более старшим брендом. Но и более трогим. Модель Moatron Future. Данная модель будет, мне кажется, порядка 90-100 тысяч евро в автозоне. Поэтому мы дождемся уходить на российский рынок. И уже протестированный в России или на Кантонской выставке. Спасибо, что смотрите. Друзья, пока.